Студенты Казанского федерального университета станут участниками уникального медиа-перформанса на театральной сцене. Проект совместит в себе элементы классического театра и экранных инсталляций. Как преподаватель высшей школы журналистики я понимаю, что ребятам нужно какое-то пространство для экспериментов, для того, чтобы они могли попробовать свои силы и реализовать какой-то общий совместный интересный проект. И надеюсь, что вот этот театр, иммерсивный, интерактивный театр, именно станет такой площадкой для коллаборации, для какого-то совместного процесса, совместного эксперимента. И, наверное, это самое главное, что это возможность здесь пробовать и учиться, и получать уже какой-то результат. Второй момент, который мне бы хотелось как профессору, как преподавателю реализовать в этом проекте, здесь, наверное, конечно, это просветительский, культурно-просветительский план, потому что это то, что молодые говорят для молодых, рассказывая о каких-то своих историях, и будет использован принцип стори-теллинга, рассказы истории именно на современном, на таком художественном, живописном каком-то уровне. А мы будем рассказывать о героях, о их трагедиях, переживаниях. То есть это именно тот формат, который сегодня для молодых наиболее интересен. Сюжет постановки расскажет о страстной любви, поиске себя и предательстве. В центре истории реальный человек, художник, судьба которого плотно переплетена с городом Казань, а именно с Казанским художественным училищем. По словам консультанта проекта, основная задача команды – верно передать атмосферу того времени, не исказив историю и сам сценарий. В любом случае, режиссер, который хочет какое-то произведение поставить на сцене, зависит от его способности и таланта. Он может передать то, что хотел сказать автор Чехов, еще кто-то из драматуры Булгаков, а может сделать хуже. Выпендриваясь и стараясь выделиться, он пытается пересмотреть, и это же произведение не будет отображать то, что хотел сказать сам писатель или драматур. Работая над проектом, студенты опирались на архивные материалы о художнике. Режиссер документального фильма, фрагменты которого будут участвовать в постановке, пояснила, что несмотря на достаточно сложный формат, работа обещает быть динамичной и совсем не скучной. В структуру проекта Ангелина Морозова планирует включить игровые сцены, чтобы максимально раскрыть образ героя. Мы решили показать его таким, какой он был, и то, как он жил здесь и сейчас. И это играет, наверное, очень важную роль, потому что люди, которые живут в Казани, зачастую и не знают об этом человеке, который прославился на весь мир своим творчеством. Имя центрального героя участники проекта пока не раскрывают, но в разговоре с нашей съемочной группой согласились сделать пару намеков на его личность. Это просто эпоха, которую я могу так упомянуть, чисто как стилист по поводу нарядов, что это послевоенное время, и там 1900-е годы, и уже... То есть есть намек, можно догадаться о том, кто это будет, что это будет, ну и что это происходит в родной Казани, тоже как намек. Впереди много работы, однако студентов это совсем не пугает. Показ предположительно состоится уже этой зимой. Маргарита Михайлова, Фарид Захитоглы, Александр Кузнецов. Универньюс.